Помочь словом, делом или молитвой. Поделиться мыслями, надеждами и переживаниями. Донести проблемы до тех, от кого зависит их решение. Все это цели православных гостиных, неформального объединения для помощи участникам и ветеранам специальной военной операции. Они появились в начале этого года по инициативе областной епархии Русской Православной Церкви, которую поддержали уполномоченные по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и филиал Фонда Защитники Отечества. Десятое собрание прошло в Щелкове, в трапезном зале Троицкого собора. За одним столом представители властей, депутаты Государственной и Областной Думы, духовенства, жены и члены семей участников СВО. Для нас важно понять, чем мы можем вам помочь, а чем можете помочь вы. Потому что когда из семей идет такая необходимость, потребность самим помогать, то это очень важно для наших ребят, которые находятся там. Я являюсь бабушкой мальчика, который третий год на фронте. Мальчику 23 года. Пошло после армии, его призвали без всяких, не было. Чем мы помогаем? Вот сказали, сети плетем, делаем, собираем противошоковые уколы, делаем сухие души. Подобное добро сегодня творят очень многие. Но на православной гостиной в открытом диалоге обсуждаются и вопросы совсем иного уровня. У депутатов впереди осенние сессии, и они пополняют свой список законотворческих задач. Здесь сегодня поднимался вопрос обеспечения земельными участками военнослужащих. Сегодня есть рекомендации, а федерального и регионального закона об отделении вне очереди ветеранов боевых действий земельных участков нет. Поэтому это, конечно, нам надо будет с коллегами тоже обсудить, проработать, посмотреть возможности нашего региона и пойти к какому-то общему знаменателю. Известное выражение, что на передовой атеистов нет, подтверждают священники, которые надевают военную форму и едут в зону боевых действий. Но слово Божье важно и вдали от боев. «Надо ежедневно молиться за ребят. То есть мы с вами здесь не только можем собрать гуманитарную помощь, сети плести, но мы должны с вами поставить как бы такой небесный купол, стать как ангелами и хранителями. Это очень большое дело». Жены, матери и сестры написали на листочках имена своих бойцов, чтобы в Троицком храме молились за них. А официальные лица получили возможность сказать спасибо этим сильным женщинам.